К сожалению, уже поздно садить саженцы с открытой корневой системой, которая в большинстве своем продается на рынке и в других местах. Так как саженец в косе не успеет подготовиться, пережиться нормально, то есть это пустая отрата денег и своего времени. Сейчас вообще саженцы садить нельзя? Или все же можно как-то? Нет, есть один вариант, то есть если они будут закрыты корневой системой, это в коржках, в контейнерах, ведрах. А почему именно закрытая корневая система? Они очень хорошо переносят пересадку, то есть корни не повреждаются. У нас образец, вот, это вот так вот выглядит, то есть ведерко разрезается аккуратно, и саженец садится, и обязательно еще нужен такой принцип, чтобы были соблюдены стороны света, то есть север-юг. Допустим, саженец рос на юг, он должен быть посажен на юг. Если посадить северной стороной, то есть он будет дольше болеть, возможно, солнечные ожоги, ну и хуже приживаемость. Для этого на саженцах ставятся, отмечаются точки, то есть с юга ставится белое пятнышко. А это белое пятнышко, чтобы не перепутать, получается? Да, чтобы не перепутать, и чтобы человек знал, как правильно выше него ни в коем случае не стоит закапывать. То есть граница отмечена с земля в воздух, вот где корни идут, где корневая шейка, то есть чтобы человек по многим заблуждениям где-то прочитали, где-то узнали, что выше прививки можно засыпать, или нужно даже, то есть это специально сделано для того, чтобы человек не ошибся, так скажем. То есть вот на сегодняшний день я, например, приобрел саженец, пускай не на рынке, пускай как бы у наших известных садоводов, да? И я теперь до осени могу быть спокойным, что он у меня будет расти в ведре, а потом вы с ним высадите его. Да, то есть можете взять его, либо, ну сейчас немножко уже поздновато, лучше подождать осенью, то есть вы взяли, он даже и не заметил, что его перенесли на другое место, поставили также на юг, и то есть он растет спокойно и развивается дальше. И осенью высаживайте уже, когда придет время, то есть будет прохладнее, дождливая погода, самое лучшее время для пересадки. А вот лучше вот садить, люди садят, которые занимаются распространением как раз саженцев, лучше, конечно, от косточки или какой-то прививкой делать это? В любом случае культурные сорта прививаются. Как, например, вы выращиваете с косточек или прививаете? По двой, то есть мы выращиваем с косточек, семечек, то есть все зависит от культуры, семечковые, косточковые, но и обязательно прививаем на них культурные сорта. Есть еще много способов прививки, то есть это немаловажный момент в нашем регионе, то есть так у нас достаточно холодно, то есть используется, допустим, качественная саженца, прививаются лучше накополировкой, там ворчеб, допустим, прививка почек нежелательна, потому что появляется страшная рана в процессе, которая никогда не зарастает, и вследствие этого мороз может убить, либо какие-то грибковые заболевания, как у нас сейчас в округе черный рак, яблони болеют, умирают, погибают, то есть он попадает именно через раны. Что вы посоветовали бы тем, кто, например, осенью будет покупать саженцы? Как их лучше выбрать? Ну, во-первых, смотреть на корневую систему, чтобы было корней побольше, желательно, чтобы закрыта корневая система, это идеальный случай, ну, в большинстве своем, то есть она открытая, смотреть на корни, да, то есть и обязательно делать обрезку перед пересадкой, то есть если корни голые, то с половиной смело можно обрезать кроны, обязательно все это дело замазать, ну, и полить, соответственно. А, например, не обращать внимание на там, где выращено или где... Ну, в большинстве своем все говорят, что это Алтай, ну, к сожалению, это не так, в большинстве своем это с юглов саженцы. Ну, все говорят Алтайский, ну, можно спросить сертификат, там, может, у кого-то он даже и есть, там, где-то он приобретал, но большая часть у нас саженцев таких, что они не переживут и первую зиму. Субтитры создавал DimaTorzok